Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами разберем, что это за документ ППК, почему с 1 января 2021 года уже практически каждый работодатель вам будет давать такой документ подписать. Конечно же, он добровольный, непринудительный, но я вам сейчас все расскажу, чтобы вы знали полностью все детали, все нюансы этого документа, вообще этой программы, и сделали свой выбор самостоятельно, никто вас не должен к этому принуждать. Поэтому, если вам интересно, что это за программа ППК, то продолжайте смотреть дальше. Итак, ППК это плановые процедничные капиталы, то есть это плановые капиталы работников. Еще, короче, это просто дополнительные накопления в пенсионный фонд, после чего, после достижения определенного вашего пенсионного возраста, вы сможете получить эти деньги в виде выплат. Опять же, это еще, короче, и проще, если объяснять, то это, как раньше, была сберегательная книга, да, пенсионная, туда начислялись определенные деньги, и после достижения пенсионного возраста люди могли выплатить их. Поэтому с 2019 года законопроект подписан был, и уже с 2020 года этот документ начали давать работникам для самостоятельного решения, хотите ли вы вступать в такую программу или же нет. Сейчас уже с 2021 года будет этот документ даваться каждому работнику, и каждый работник сам должен решить, будет, хочет он вступать в такую программу или нет. Стоит ли вступать в такую программу, сейчас я вам все расскажу. Как я вам не сказала, что это дополнительные накопления. Что же это за дополнительные накопления? Ну, во-первых, полтора процента платит работодатель на ваш счет каждый месяц от вашей зарплаты. Дальше, дополнительно платите вы 2% осваившей зарплаты бруто, и 250 злотых годовые платит вам государство на счет. И на протяжении всего времени, без разницы меняете ли вы работу или нет, либо же у вас несколько видов работ на каждой работе, вы должны дать свое согласие, либо же отказаться от вступления в такую программу и подтвердить это письменно. Если же вы хотите отказаться, то вы должны написать заявление об отказе. Если же вы хотите вступить, то вы должны, во-первых, подписать документ о шведшине, такое, да, что вы ознакомлены с этой программой, и второй документ уже проработав 3 месяца, вы автоматически вступаете в такую программу, и работодатель будет от себя платить 1,5%, с вашей зарплаты будут браться дополнительные деньги 2%, которые будут идти на этот счет, и 250 злотых годовых будет платить вам государство. Работая на умове взлицения, либо же на умове обратиться, вы и так платите складку эморитальную, но она никак не заменяет вот эти вот дополнительные еще, как бы, накопления до вашей пенсии. То есть, помимо того, что вы, работая, платите эту складку, да, эморитальную, то если вы дадите согласие вступить в программу ППК, то у вас еще будет дополнительно сниматься с вашей зарплаты бруто 2% каждый месяц. Если же вы работаете легально, это будет касаться каждого иностранца, кто находит на территории Польши и работает официально. Как я вам сказала, чтобы отказаться от участия в программе ППК, то вам нужно написать заявление об отказе, и тогда работодатель не будет вас в систему вносить, да, и с вашей зарплаты не будет сниматься дополнительные 2%. Опять же, каждый работодатель должен у вас спрашивать об участии в такой программе каждые 4 года. При этом, при всем, вы можете в любой момент как вступить в эту программу, так и в любой момент вы можете отказаться от этой программы. Если же вы достигли пенсионного возраста, да, женщина это 60 лет, а мужчина это 65 лет, то для того, чтобы снять свои накопления, то вы можете снять сначала 25% от всей суммы, которая у вас накопилась на этом счету, без оплаты налога, то есть налогом эта сумма не облагается, а 75% будет выплачиваться 120 мю ежемесячными платежами. И эти платежи также не будут облагаться налогом. Законодательство также предусматривает вывести ранее, чем вы достигнете пенсионного возраста, 25%. И эта сумма не будет также облагаться налогом, если вы серьезно заболеете, например. Так только в этом случае она не будет облагаться налогом, и вы сможете вывести 25% той суммы, которую накопили раньше времени. Если же работник по какой-то причине, например, вы вступили сейчас в программу ППК, работаете год, идут туда отчисления, два года идут отчисления, и что-то вы решили для себя, что вы не хотите здесь больше жить в Польше, хотите переехать в другую страну, например, либо же вернуться домой, то что происходит с этим накоплением? Во-первых, если вы хотите вывести эту сумму раньше положенного периода, то есть когда вы еще не достигли пенсионного возраста, то вы, во-первых, теряете ежегодный дополнительный взнос от государства 250 злотых, дальше 30% от той суммы, которую платил работодатель, идет на ЗУС, то есть на пенсионную складку в ЗУС, и всю остальную сумму вы можете вывести из этой программы, но вы должны будете заплатить 19% налога. Помните еще один момент, что несмотря на то, что ППК, программа ППК, она добровольная, но каждый работник присоединяется к ней автоматически. Поэтому, чтобы 100% не участвовать в этой программе, например, если вы не хотите, чтобы снимались дополнительные какие-то деньги с вашего счета, то вы должны написать заявление об отказе участия в такой программе. Обязанность каждого работодателя сейчас поинформировать каждого работника о такой программе ППК. Уже с 1 января 2021 года участвуют полностью все фирмы в этой программе, и это обязанность каждого работодателя. Если же работодатель не сообщает об этом работнику, либо же без согласия работника пишет вместо него отказ, то в таком случае работодатель может заплатить штраф от 1000 злотых до 1 миллиона аж. Программа ППК начала свое действие, как я вам и говорила, с 1 июля 2019 года, и на тот момент давалась подписанием тем работникам, которые фирма трудоустраивала от 250 человек и выше. Далее уже в 2020 году начали давать фирмам, которые трудоустраивают людей с 1 января от 50 человек, а уже с 1 июля 2020 года от 20 человек. Что касается уже на сегодняшний день, то с 1 января 2021 года дают уже каждому, это обязанность каждого работодателя, уведомить своего работника о такой программе. Поэтому хочу вам еще раз предупредить и напомнить, если вы легально трудоустроены на территории Польши, без разницы, напрямую к работодателю, либо же через агентство, вы обязательно должны узнать у своего работодателя, как написать заявление об отказе, если вы не хотите участвовать в этой программе, и чтобы у вас не снималось дополнительных 2% в программу ППК. Если же вы хотите участвовать в этой программе, то после 3 месяцев, когда вы отработаете в этой фирме, начинается побираться у вас 2% с вашей зарплаты брутто в накопительный пенсионный счет ППК. Я надеюсь, что вы теперь уже понимаете, что это такое, и знаете, с чем его едят, эту программу. Если у вас еще остались вопросы по этой системе, то напишите мне в комментариях. Кстати, в этой программе могут участвовать люди от 18 лет до 55 лет. И также в этой программе не могут участвовать студенты, потому что студенты не платят налоги. Если же студент платит налог, то, конечно же, он также может присоединиться к такой программе и без проблем участвовать в ней. Надеюсь, что видео было для вас полезным, и вы знаете теперь, что такое ППК. Если еще остались вопросы, то обязательно напишите мне их в комментариях. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!